Туториал для дизайнеров, которые хотят вкатиться в этот Blender, делать красивые картинки, зарабатывать много денег. Про зарабатывать много денег сомнительно, но возможно кому-то это поможет. В общем, сейчас я открою Blender, как вот он выглядит в своем естестве, когда вы скачали Load Factory Settings. Нажимаем Load. Вот вы скачали Blender. Blender 4.2. Это самая последняя версия. Вот, ее используйте, если хотите быть современным, прогрессивным. Вот. И что я делаю изначально, когда начинаю любой проект, там, делать иконку красивую? Настраиваю рабочее пространство. Если вы вообще не понимаете, короче, что тут, какие кнопки, хаткеи, я сейчас пока не буду объяснять потом в следующих видосах каких-нибудь вот эту базу. Я просто хочу показать, как я настраиваю свое рабочее пространство, чтобы быть более продуктивным. Для начала я вот разделяю экранчик на два. И здесь уже по умолчанию есть камера. Я перехожу, нажимая кнопку Tilda и View Camera. Перехожу тут вид из камеры. Вот здесь нажимаю замочек, чтобы могу вот теперь ее двигать и настраивать ракурс. Все, в этом окошке у меня, я смотрю за композицией, освещением. Это как бы рендер мой. Здесь я работаю с элементами. И, например, чтобы еще, я настраиваю сразу вот тут вот в настройках рендера. Вот здесь вот, Output. Я ставлю, ну смотрю, чтобы было правильное, нужно мне формат, да, то есть и у камеры, да, то есть тут сейчас 50 миллиметров стоит. Тут можно играться, короче, вот с этим параметром. Вот. Далее, смотрите, кубик в целом вот здесь вот сейчас выглядит не очень красиво. Если мы еще добавим сейчас какой-нибудь элемент, вот кубик поднимем. Что значит некрасиво? Ну я вот люблю, когда даже еще не рендер, чтобы уже выглядело более-менее так прикольно. И здесь вот в настройках вот эту галочку нажимаем. Я нажимаю Cavity. И вот здесь вот Boss. И все. И смотрите, как стал выглядеть. Ну, гораздо интереснее. Дальше. Что я настраиваю? Здесь, кстати, тоже надо это включить. Cavity. Ну, хотя здесь не обязательно. Здесь можно сразу рендер вот так вот нажимать. И сейчас, чтобы у меня компьютер... А, нет, все нормально. Это Eevee. Eevee рендер. Это, короче, такой игровой рендер. Он не супер красивый. Вот. Есть еще Cycles. Это прям, видите, отражение. Но в версии 4.2 можно поставить вот эту галочку. И оно будет типа такое прям финальное, как будто качество. В целом, я думаю, можно делать много красивых рендеров. И даже уже с этой галочкой просто. Дальше. После того, как я настроил вот здесь в левом окошке какую-то камеру. Здесь я делаю в целом все остальное. Снизу я ставлю Shader Editor. Ну, так всегда открытым, чтобы я мог настраивать материалы. Далее. Чего еще? Ну, еще я люблю, кстати, вот здесь убирать вот эту вот серую. То, чтобы не видно было, что за краями камеры. Это у нас делается... Вот кликаем на камеру. Настройки камеры. И тут... Сейчас. Вот это вот. Оп. И вот теперь меня прям вижу... Сейчас, посмотрите, замочек отжимаю. Когда я замочек отжимаю, я могу двигать вот просто величину вот этого, чтобы вскрыть вот эти вот всякие поля. N и T нажимаю. Еще можно вот здесь вот так вот нажать. И вообще будет минимальный интерфейс. Здесь теперь я вижу рендер. Соответственно, я могу вот тут начинать делать какие-то там вещи. Смотря только сюда. Далее, например, я не хочу вот этот серый фон. Как я делаю? Перехожу в World. Color. Во-первых, я все... По умолчанию Blender ставит у мира, да? То есть какой-то цвет и его силу один. То есть сейчас, по факту, вот если я удалю вот этот вот источник освещения, то, видите, все равно свет есть. Это потому, что вот здесь вот стоит вот этот вот цвет. Короче, просто нолик я здесь бахаю. И теперь все. Я сам рулю освещением. Как я добавляю освещение? Короче, я делаю вот так вот. Light и Area. Например, ставлю. И дальше у меня есть, например, какой-то объект, который я хочу отрендерить. Я к нему привязываю вот этот вот источник освещения. Через настройку Constraint, Add Constraint, Track 2. И вот этой пипеткой кликаю на нужный мне объект. Теперь я просто вот так вот ввожу вот здесь источник освещения. А слева смотрю, как это влияет. И как это происходит в реале. То есть я вот так через Scale букву S нажимаю, да. То есть когда я скейлю, я увеличиваю площадь источника, но он становится более тусклым, а тени становятся более размытыми. Чтобы увеличить именно силу, я вот правой кнопкой нажимаю на нем. И потом вот здесь вот Add Adjust Light Power. Нажимаю и вправо вот так двигаю. Потом я следую. Хочу слева еще такой источник. Вот здесь просто дублирую. Так, я не показал. Я Shift D нажимаю. Так, дублирую. И заметьте, я быстро переключаюсь там сверху вид, там сбоку. Вот таким образом я настраиваю освещение. Давайте, например, Cycles все-таки включу, чтобы было прям красивее. Вот. Shade Smooth. Допустим, увеличу кубик, короче. И вот здесь, например, N нажимаю. Нет, не N, вот эту, чтобы увидеть замочек вот этот. Понимаю, что ракурс не такой. Или я хочу вообще квадратную композицию. Нажимаю Камера. Почему CPU, GPU? Так, Камера. И здесь выбираю. Камеру не обязательно выбирать. Это вот в настройках Output. Ставлю 1920. Хочу квадрат, короче. Вот. Приближаю. Как вы видите, могу быстренько материал тут накинуть. Сделать металлическим. Здесь тоже быстро добавить материал, там поменять цвет. Сделать тоже там металлическим, более отражаемым. То есть это, по сути, можно сохранить вот этот вот. А лучше не сохранять. Я раньше сохранил, сохранял вот эту сцену как дефолтную. То есть можно нажать файл, default, save, startup file. И каждый раз, когда открываете Blender, у вас уже все это настроено. Но я советую тем, кто только учится, каждый раз вот прям заново начинать. Настраивать вот так вот интерфейс, окошко, переключаться в вид из камеры. Потому что таким образом вы быстрее мышечную вот эту память себе натренируете. И будете уже просто как профессионал не зависеть там от каких-то шаблонов, которые вы заранее сделали. Потому что потом, когда меняете компьютер, например, или там переходите на новое рабочее место, и если у вас, вы привыкли очень там к шаблонам, которые у вас всю жизнь существовали, вам понадобится какое-то время, чтобы адаптироваться. А если вы уже натренировались там тысячу раз как бы настраивать свое рабочее место просто за секунды, то у вас это вообще никаких проблем не будет с этим. Вот и таким образом, по сути, вот так заключается работа. Ставишь освещение, и вот здесь вот слева смотришь, как это работает. Не знаю, 90% времени вообще в целом, когда рендеришь всякие иконки красивые или прочее, это вот работа вот с этим вот. Двигаешь вот так чуть-чуть освещение, уменьшаешь, увеличиваешь, материал настраиваешь. И это очень удобно делать, когда вот ты сразу видишь слева какой-то результат, а справа именно манипуляции производишь. Короче, всем советуем именно так хотя бы начинать. На этом все. Наслаждайтесь.